Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем разбирать мои румяна. В одном из предыдущих видео у меня было видео-разбор всей моей коллекции косметики. Там мы вскользь поговорили обо всем. Оставлю обязательно ссылочку. И также под этим видео был запрос рассказать подробнее про все мои румяна. Так что именно этим мы сегодня с вами и займемся. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе и поехали. Первые я покажу вот такие румяна от бренда Pet Magret. Эти румяна не попали в видео с разбором косметики, потому что их у меня тогда еще не было. Их мы вместе с вами пробовали в отдельном видео про новинки Pet Magret. Это у меня оттенок Nude Venus. И здесь очень странная упаковка, а точнее механизм открывания. Если нажимать на низ кнопочки, как мне кажется более интуитивно, то тогда румяна не открываются. Если же нажимать на центр кнопочки, тогда румяна открываются. Возможно, вам привычнее по-другому, но я постоянно путаюсь. То есть оттенок Nude Venus представляет собой вот такой вот немного рыженький, тепленький, персиковый повседневный оттенок. Просто красивейшие румяна, вы только на них посмотрите. Боже мой, Pet, что же ты с нами делаешь? Очень классная формула. Мне очень понравились эти румяна. Как видите, нежнейший просто оттенок. Я на самом деле уже успела полюбить эти румяна за то, что, во-первых, у них очень нежная текстура. Во-вторых, они достаточно пигментированные. И в-третьих, они не подчеркивают текстуру кожи. Кожа у меня рыхлая, проблемная, поры расширенные. И, соответственно, на меня все смотрится странновато. Эти же румяна смотрятся на мне хорошо, но они могут сделать из вас морфушу, если нанесете слишком много. С ними нужно быть аккуратной. Следующий румяна это Charlotte Tilbury. Не волнуйтесь, я обязательно буду также вставлять другие сводчи, чтобы вы могли прикинуть реальный оттенок. Потому что сейчас свет выставлен странный и может немножечко искажать. Поэтому я буду дополнять свои слова еще отдельно дополнительными сводчами. Румяна у меня эти в оттенке Pillow Talk. Эти румяна, ну, они неплохие сами по себе. Но, опять-таки, упаковка. У Charlotte очень дешевые упаковки из пластика. Первый момент. Второй момент. У меня эти румяна не закрываются. Вот, посмотрите. Видите, она открылась. Ну, просто что это такое? Я думаю, вы знаете, сколько стоит Charlotte Tilbury. И, на мой взгляд, подобный механизм бракованный, это просто что-то с чем-то. Я очень зла на Charlotte. Сами румяна представляют из себя два вот таких вот круга. Внешний круг исключительно румяна, но с сиянием. И внутренний круг это скорее хайлайтер. Я использую только внешний круг, потому что вместе с хайлайтером продается очень сильное сияние. Подчеркивается текстура кожи. И, как результат, выглядит на мне все это плохо. Как я уже сказала, кожа специфическая. И поэтому к ней нужен отдельный подход. Румяна на внешнем круге очень красивые, тоже достаточно повседневные. Они теплые, но иногда к ним тянется рука за счет того, что они, на самом деле, подходят под очень многие макияжи и хорошо освежают лицо. И раз уж мы заговорили про румяна с сиянием, покажу еще Наташу Денону Bloom Highlighting Blush. Вот это те самые румяна сияющие, безумно сияющие, которые на мне смотрятся хорошо. Эти румяна очень специфические. Они, как видите, невероятно яркого ягодного цвета. И даже отсюда видно, насколько они сияют. Это просто что-то с чем-то. Это действительно не просто румяна. Это румяна слэш-хайлайтер. Они безумно красивые, но очень специфические. Сначала я их испугалась. Испугалась чего? Во-первых, гиперпигментации. Они очень-очень яркие. Во-вторых, я испугалась сияния. Потому что сияние на моей коже это то, что обычно смотрится плохо. И несколько макияжей даже я плевалась от этих румян и думала, что я их выкину или кому-нибудь отдам. Но потом, в один прекрасный день, на меня нахлынуло вдохновение. И что-то пошло не по плану. И мне эти румяна понравились. С тех пор я их люблю и обожаю. Вот посмотрите на пальчики, на их оттенок. Даже отсюда видно, насколько они пигментированы и насколько они сияющие. Теперь готовьтесь. Будет магия. Ну просто безумная красота. Невероятное сияние. Это что-то с чем-то. Да, они очень пигментированные и при неаккуратном обращении они могут сделать из вас морфушу. Даже они могут очень много подчеркнуть текстуры кожи. Но при аккуратном обращении это создает просто потрясающий, красивейший румянец на вашем лице и сияние. Так, а кто это к нам пришел? Проснулся, значит, да? Проснулся. Проснулся. Так, кунек, иди отсюда. Иди, иди, иди. Следующая румяна, про которую невозможно не поговорить, но и про которую говорить уже стыдно, это румяна Милани Люминоса. Это потрясающая, красивейшая, запеченная формула вот таких вот персиковых румян. Эти румяна, наверное, знают все, потому что на ютубе это одни из самых знаменитых просто румян. Они славятся тем, что у них очень мягкая формула, шелковистая и, как видите, очень красивый персиковый сияющий оттенок. На самом деле эти румяна очень трудно передать на сводчах, как и многие такие нежные румяна, но поверьте на слово, они очень персиковые, очень сияющие, безумно освежающие. И просто они потрясающе смотрятся. Из минусов, во-первых, упаковка. Очень хлипкая, очень дешевая, а стоят эти румяна не так уж дешево, откровенно говоря, около тысячи рублей они стоят. И, насколько я понимаю, каждый год они еще и дорожают. И за такую стоимость вот такая вот хлипенькая, страшненькая упаковка. Это, конечно, минус. И второй момент относительно этих румян, конкретно этот оттенок люминоса очень хороший, классный, но в других оттенках конкретно эти румяна могут не быть такими хорошими. Следующие румяна очень похожи на предыдущие, это Нарс Оргазм, но они розовые. Я бы даже сказала, что румяна Милане и румяна Нарс Оргазм это своего рода румяна, которые различаются в основном чисто своим оттенком. Потому что румяна Милане и люминоса они оранжевые, а Нарс Оргазм они розовые. Здесь, как видите, очень нежный розовый оттенок и даже отсюда видно красивейший золотой перелив. Эти румяна это тоже своего рода хит Ютуба, очень давний, правда, хит, но я думаю, сейчас вы видите почему. Очень они красивые, на сводчах они тоже безумно красивые, но, во-первых, их трудно передать на сводчах, поэтому извините, если у меня не получится. А, во-вторых, красиво они выглядят только на сводчах. Вот, я попыталась тут передать, но у меня, конечно же, плоховато получилось. Эти румяна очень нежные, они действительно полупрозрачные, и их беда в том, на мне, по крайней мере, что нежный полупрозрачный розовый оттенок я на себе практически не вижу или же вижу, но очень слабо, но при этом видно вот это самое сияние. И таким образом вы как будто бы нанесли на щеки не румяна, а хайлайтер. Поэтому у меня с этими румяными, в общем-то, отношения и не очень складываются. Следующие румяна очень похожи на предыдущие, это The Balm Hot Mama, и они без талька. Это главный их плюс. Они, как видите, тоже похожи на сарказм, но на самом деле они все же другие. Во-первых, как видите, здесь есть сияние, но оно не золотое. И во-вторых, здесь более такая формула с, видите, большим количеством каких-то крупных вкраплений. Эти румяна уже более, скажем так, рыхленькие, и они немного темнее. Вот он, оттенок The Balm, и вот они, румяна от Nars. Оттенок другой, совершенно другой. Здесь тоже есть сияние, причем очень красивое сияние. Как видите, очень даже, я бы сказала, благородное. Но оттенок более темный и более теплый. Люблю, на самом деле, эти румяна, но рука к ним тянется нечасто. Про румяна Hourglass Mood Exposure на самом деле тоже уже неприлично говорить, потому что я их упоминала на своем канале около миллиона раз. Это одни из самых красивых и самых любимых румян в моей коллекции. Это у меня миниатюра. Большую версию я не покупала, потому что она, откровенно говоря, дороговата. И миниатюры мне вполне хватает. Цвет здесь кажется очень бледненьким. И, как видите, на пальце тоже достаточно бледный цвет. И не совсем понятно, что это такое. И на самом деле, я вам даже не уверена, что смогу передать на свотче всю красоту этого оттенка. Он кажется, как видите, бледненьким. Куда бы его нанести? Вот сюда давайте. И на свотче он тоже передался, как видите, очень бледненьким и малозаметным. Но на коже, когда вы наносите его на щеки, это совершенно другой оттенок. Это не то же самое, что вы видите на пальце, не то же самое, что вы видите на свотче. На коже это благородный, полупрозрачный, холодный розовый оттенок. Он не пастельный. Он скорее похож по оттенку вот на вкрапления, которые есть внутри. Он достаточно красивый, достаточно деликатный. С ним нельзя переборщить, нельзя стать морфушей. Но при этом он хорошо держится и он смотрится максимально благородно. Лично у меня с этим оттенком всегда ассоциации люкса. Вот как ты не намажешься, ты всегда видишь то, что ты нанёс на себя очень дорогие румяна. Румяна от Флавера в разборе косметики мы с вами убирали. Это у меня оттенок 02. Но чтобы вам их показать сейчас, я их достала. Здесь очень симпатичный оттенок, достаточно тёмный, но очень даже прикольный. Сейчас я вам покажу, на что он похож. Флавера это, кстати, наш российский бренд. Здесь очень мягкая текстура, очень нежная, шелковистая. И они очень похожи на Charlotte Tilbury Pillow Talk. Вот, посмотрите, эти румяна и эти румяна. Достаточно сильно, на мой взгляд, похожи. И последние пудровые румяна это Benefit Gold Rush. Где-то у меня ещё была миниатюра румян Галифорния, но я уже не знаю, куда я её делала. Возможно, я её успела кому-то отдать. Gold Rush, у меня с ними очень напряжённые отношения, скажем так. Как видите, оттенок очень интересный. Он нежный такой, розово-пастельный, вместе с каким-то тоже персиком, с какой-то оранжевой ноткой. Очень интересный оттенок, но у него есть несколько недостатков. Во-первых, эти румяна очень сильно пахнут. Ну, прямо очень, они прямо-таки воняют, я бы сказала. Это первый момент. И второй момент, они достаточно полупрозрачные. И за счёт этого их нужно очень много раз наслаивать. Вот видите, это мега полупрозрачно. Но при этом они дают очень красивый эффект на лице. И ещё один недостаток, так как у меня миниатюра, на самом деле, это миниатюра. В отличие от Hourglass, неудобная. Здесь высокие бортики и большой пушистой кистью сюда достаточно сложно подлезть. И, как следствие, сложно набирать эти румяна. Среди кремовых румян давайте начнём с Fenty Beauty. У меня это оттенок Strawberry Deep. Эти румяна очень маленькие. Вы только на них посмотрите. Какие они маленькие по сравнению со всеми остальными. Эти румяна не попали также в видеорасхламление, потому что тогда у меня их не было. Я купила их попозже. Здесь очень красивый ягодный оттенок. Просто безумный. Вы только посмотрите. Это кайф. Эти румяна позиционируются как кремовые. Но это достаточно такой сухенький крем. И мне даже напоминает чем-то муссовую текстуру. Даже когда вы начинаете их вот так вот наносить, вы видите то, что кремовая здесь такая средняя. Кремовая здесь суховатая. Но это на самом деле плюс. Румяна наносится очень хорошо, очень пигментированно. Можно их оставить вот такими яркими. Или же их можно очень нежно растушевать. Румяна не подчёркивают текстуру кожи. Румяна не поднимают тон. Они никак его не двигают, не разъедают. Просто потрясающие румяна. У них, как видите, есть небольшое такое сияние. Но его практически не видно. И они очень-очень хорошо держатся весь день. И никуда не исчезают. На самом деле безумно крутые румяна. И я бы купила ещё. Следующие кремовые румяна это Элиан. Оттенок у меня 03. Это кораллово-ягодные румяна. Очень-очень красивые. Мне Элиан ничего не присылали. И уж тем более не платили. Всё, что я от них показываю, это, в общем-то, купленные на мои деньги. Вот, посмотрите на этот оттенок. Боже мой, какая эта красота. Я не знаю, как в него можно не влюбиться. Но вы посмотрите. Просто огонь. Очень красивые румяна. Совсем капельку они могут приподнимать тон. Но тушуются они прекрасно. И выглядят на коже они тоже потрясающе. У меня просто ассоциация с этими румянами. Как с летом. С прогулкой по пляжу. С какими-то апельсинами. С цитрусами. С ягодами. С цветами. В общем, со всем чем только можно. На самом деле самая, ну, наверное, такая мощная ассоциация. Это все-таки с летом и с прогулкой по пляжу. Следующий кремовый румяна. Неприлично тоже показывать. Это Эвелин румян в стике. Как видите, здесь уже, ну, стерлась упаковка. Они у меня достаточно древние. Румяна вот такого цвета. Они уже успели немножечко подтаять от теплоты в комнате от сутбоксов. Вот такой вот оттенок. Очень красивый. Румяна потрясающе тушуются, подходят практически под любой макияж. Как видите, оттенок, ну, просто огонь. На мой взгляд, он комплиментарен практически любой внешности. Но у этих румян есть два недостатка. Недостаток первый. Они воняют, причем знатно и мощно. Благо, что запах быстро выветривается. Но все же лучше закрыть нос перед использованием. И второй недостаток. Они нестойкие. И очень быстро они с лица, к сожалению, исчезают. Следующие кремовые румяна. Это румяна от Шик. У меня это оттенок 0,4. Эти румяна я люблю. Но у них есть некоторые неприятные моменты в использовании, скажем так. Давайте начнем, пожалуй, с их оттенка. Сейчас я вам покажу. У этих румян очень красивый оттенок. Он такой холодный, розовый, пигментированный. И у них безумно приятная форма. Вот посмотрите, как эта капелька легко, быстро начинает просто распределяться по коже. Красивейший оттенок. Посмотрите на эту текстуру. Текстура просто как у шелка. Ни на что не похожа. Вот сколько я не пробовала разных румян, такой текстуры нету нигде. На самом деле здесь даже похоже на какой-то жидкий шелк, смешанный с маслом. Такая вот текстура. Очень красивые румяна. Они к тому же еще начинают сами фиксироваться. Потрясающий оттенок. Но их минус в том, что у них такое ощущение, что порой бывают какие-то метаморфозы с текстурой, с структурой. И первое время, когда я ими пользовалась, выходила вот такая вот капелька, которую мы с вами растирали. А потом, когда я начала ими пользоваться, выходила вода. Я уже начинала их и трясти, и как-то пытаться перемешивать, но все равно выходила вода, которая, естественно, не очень похожа на румяна. Сейчас, как видите, снова с текстурой все хорошо, но это вот единственный недостаток, который я могу выделить у этих румян. Также они могут чуть-чуть, наверное, приподнимать то, но незначительно. И последний кремовый румяна — это Charlotte Tilbury, румяна Pillow Talk Lip & Chic Glow Color of Dreams. Есть еще второй оттенок, тоже очень похожий на этот. Здесь, как всегда у Charlotte, очень дешевая, дешманская прямо-таки упаковка. И, кроме того, вот этот механизм открывания, он очень, скажем так, тугой, и каждый раз, когда я открываю эти румяна, я себе либо ломаю ногти, либо порчу маникюр. Внутри, извините, все выглядит крайне неприглядно, но это потому, что я сюда постоянно тыкаю своей кисточкой. В общем, румяна интересного оттенка. Они не столько кремовые, они скорее похожи на бальзам. Вот, да, правильное слово, именно текстура бальзама. Как видите, очень красивый, интересный, теплый, достаточно насыщенный оттенок. Оттенок очень интересный. И румяна на самом деле очень хорошо наносится и хорошо держится. Это одни из первых румян, которые на мне держались просто весь день и никуда не исчезали. Очень на самом деле они неплохие, я их люблю, но у них есть несколько очевидных минусов. Во-первых, это их цена. Цена у них очень высокая, купить их можно только на официальном сайте. И также это средство позиционируется как средство для щек и для губ. На губы я вообще не рекомендую это наносить, это полная хрень собачья. Здесь нету никаких уходовых компонентов, по крайней мере, мне так кажется, я не читала, откровенно говоря, состав. Но на губах это наносится как замазка губы. Не становятся симпатичными и, больше того, губы, но сушат. Поэтому это средство исключительно для щек. На щеках они мне нравятся. Действительно красиво смотрятся, ничего не могу поделать, не могу их никак обхаять. Но их цена все-таки немного портит общее впечатление. И поэтому не могу, к сожалению, их на 100% вам рекомендовать. Ну, вроде бы про все кремовые румяна рассказала. Давайте еще раз покажу сводчи, которые мы сделали. Вот, посмотрите, господи, как же шикарны эти румяна отшиты. Какой красивый оттенок. И посмотрите на финиш. Финиш такой пудрово-матовый, в отличие от других. У Эвелин, как видите, очень сатиновый финиш. Они все еще не застыли, Элиан. Ну, такие тоже сияют и по краям не подстыли. Ну, бальзам Шарлотты, молчу. И вот Фэнти Бьюти тоже очень красивый финиш. Как видите, немного сияет. Но все же текстура не такая яркая и не такая блестящая. Ну, что ж, это были все румяна, которые я могу вам показать. Конечно же, у меня было больше различных румян. Но я так или иначе от них избавилась. И больше они не в моей коллекции. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вы хотите, чтобы я сделала подобное видео о другой категории. Например, о хайлайтерах или о бронзерах. То пишите обязательно в комментариях. Я постараюсь такое видео для вас организовать. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.